Добрый вечер дорогие зрители программы Пати Тайма. Мы находимся в ночном клубе Радмир. Сегодня здесь состоится караоке батл. В нем примут участие лучшие менеджеры караоке из разных заведений нашего города. Золотой голос получит вот такую награду и конечно же всеобщее признание. Смотрите нас, будет интересно. Юленька, ну ты у нас генератор ярких творческих идей. Сегодня твой новый, можно сказать, проект «Битва караоке». Расскажи нам, пожалуйста, подробнее, что он из себя представляет. Сегодня примут участие шесть участниц из разных караоке нашего города и победит найсильнейший. Мы рады приветствовать таких участниц, как Карину Прис из караоке «Клубничка», Алену Лавинда из караоке «Сова», конечно же Александру Зарицкую из караоке «Радмир», Нигу Рамазанову из караоке «Болеро» и также Карину Микинченко из караоке «Мафия» и Александру Сокольскую из караоке «Табу». Девушки сегодня будут сражаться за первенство. Что им это даст? Что они получат? Или это просто сегодня такой конкурс в удовольствие? Конечно же, это больше такая свойская тусовка, потому что все друг друга знают, все будут болеть в любом случае друг за друга. Я хочу такие вечеринки сделать на постоянной основе, поскольку собралось очень много людей, значит, людям это нравится, значит, идея удалась. ПЕСНЯ Игорь, добрый вечер! Я вас сегодня очень рада видеть в составе жюри, поэтому вопрос первый относится к караоке. Как вы относитесь к этому хобби, к этому искусству и часто ли вы поете в караоке? Ну, взаимно приятно видеть, и я могу сказать, что я очень люблю петь, я думаю, мы разговаривали с вами уже, у меня есть и личные песни, которые я пел и в киноконцертном зале «Украина», и, естественно, когда попадаешь в караоке, не упуская возможности спеть что-то хорошее и для души. У вас есть какие-то самые любимые песни, которые вы поете в первую очередь? Ну, естественно, это Валерий Сюткин «Семь тысяч над землей», можно спеть и «Дорогу в облака» группы «Браво», ну, конечно, не забудьте Трофима, ну и Серова «Я люблю тебя до слез», но дальше все по настроению. Карина, я тебя сегодня очень рада видеть, совсем в другом плане немножко. Ты представляешь караоке-клуб «Мафия». Расскажи, пожалуйста, о своей профессии. Что в ней самое сложное? Самое сложное иногда вонять гостя, уловить какое-то неуловимое настроение его. Но, впрочем, наша работа очень веселая, очень позитивная. Мы дарим людям настроение, помогаем петь. Ну, я не знаю, больше плюсов, чем минусов на самом деле. Валь, ну тоже практически завсегдатой данного заведения, но сегодня у тебя миссия такая – оценить шесть очаровательных, красивых, голосистых девушек. На что сегодня будешь делать главный акцент? Я думаю, как всегда, на умение красиво подать материал, красиво достучаться до сердца, вызвать какую-то эмоцию. Сегодня девушки будут представлять такую интересную творческую профессию, как менеджер караоке разных заведений нашего города. Как ты считаешь, какими качествами должна обладать девушка, которая работает в данной сфере, ну или мужчина? Это на самом деле симбиоз таких нескольких, как минимум, качеств. Должен быть человек музыкально немножко грамотным, чтобы показать людям возможности аппаратуры и вызвать желание, наверное, попеть. Саша, как тебе? Работается на новой должности? Сталкиваешься ли ты с какими-то сложностями? Ну, как на любой работе, конечно, я сталкиваюсь с сложностями, но эта работа приносит мне удовольствие. Правда, то есть это лучше, чем то, что мне бы не нравилось. Я здесь пою, я здесь занимаюсь любимым делом. И тем более у меня такая начальница Юля, с которой я просто дружила, и вот теперь она моя начальница. Ну, так что это классно. Скажите, как вы сегодня будете оценивать участниц? Все-таки вы профессионал, вы мастер своего дела, и наверняка вы сегодня будете очень строгим судьей. Вот знаете, вот какое-то внутреннее чутье мне подскажет. Вот, конечно же, я услышу, кто будет интереснее. Конечно, для меня очень важно, чтобы это было искренне, по-настоящему, харизматично, с драйвом, с вайбом, с грубом. Это самое главное. Будем обращать внимание на их талантливость, голосистость и, естественно, красоту. И, в общем-то, наверное, это должно быть как-то в хорошем сочетании. На что лично ты будешь делать сегодня акценты? Ну, сегодня, наверное, на артистизм. Может быть, ты не так уж и хорошо поешь, но ты актерски подкован и очень хорошо играешь на сцене, и зажигаешь, когда именно зажигают людей, что человек поет и хочется танцевать вместе с ним. Ну, в каруги приходят абсолютно разные люди. Кто-то умеет петь по-настоящему, кого-то просто от количества выпитого раскрылась душа, и он хочет петь. Как ты находишь общий язык с таким огромным количеством разных людей? Я стараюсь найти подход каждому. Ну, я коммуникабельный человек, мне не составляет сложности это сделать. Трудности, наверное, основные, то, что у нас очень много столов и очень много различных людей, которые хотят петь прямо сейчас и немедленно, но это как и в любом караоке. В принципе, люди очень положительные. К нам приходят многие посетители, которыми действительно может гордиться Харьков, Украина, то есть от пения которых можно быть просто в восторге и сидеть, просто восхищаться этим. Менеджер караоке. Что это за человек? Какими качествами он должен обладать? Какими сложностями он сталкивается в ходе своей профессии? Ой, ну, это, в принципе, очень сложная профессия. Это как требует большого внимания, требует больших активностей от себя, энергии собственной, ну, соответственно, общения с людьми, эмоции свои. Ой, сложная профессия, честно. Человек-зажигалка, который держит полностью всю обстановку в караоке и в заведении, во время того, как люди приходят отдыхать, петь, веселиться, танцевать, до сети фестивалей. И, собственно говоря, админ-менеджер караоке-бара, он, собственно говоря, и поддерживает эту атмосферу, дает настроение.